На совещании глава государства озвучил ряд мер по повышению качества образования. Так, например, по мнению президента, всю отчетную работу с учителей нужно переложить на учредителей школ. Для повышения квалификации педагогов разработать общенациональную систему профессионального роста. А у учеников должна быть возможность пользоваться современными ресурсами. Для этого необходимо создать электронную школу со всеми учебными материалами. Обращаю внимание глав субъектов на необходимость обеспечить единые социальные гарантии. Детям вне зависимости от форм собственности школы, в которых ребёнок учится, будь то федеральная, региональная, муниципальная или частная. Речь прежде всего идёт о льготном питании детям-инвалидам и детям из многодетных или малообеспеченных семей. При этом, повторю, наша задача гораздо шире – сформировать по-настоящему современную образовательную среду, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Необходимо в полной мере использовать преимущества информационных технологий и дистанционного обучения. Один из указов президента – ликвидировать в школах третью смену, а после убрать и вторую. В будущем году из федерального бюджета на строительство и ремонт общеобразовательных учреждений выделят 50 миллиардов рублей. Чтобы выполнить поручения главы государства на Кубани, необходимо ввести больше 150 тысяч учебных мест. Эта работа в Крае уже началась, отметил после заседания в разговоре с журналистами Вениамин Кондратьев. Сегодня мы понимаем, что экономия сегодня на образовании, мы теряем в завтрашний день. Потому что сегодняшние мальчишки и девчонки, которые учатся в школах, это, понятно, завтрашние инженеры, учителя, это завтрашнее наше общество. В Крае мы приняли программу, что будут типовые школы, они будут трех различных вариантов, примитивно к населенному пункту и к количеству людей, проживающих и, соответственно, детей, которые будут в этих школах учиться. То есть, в зависимости на разное количество обучающихся. И таким образом мы сэкономим деньги, в целом краевые деньги и муниципальные деньги на проектирование, естественно, на строительство школ. Владимир Владимирович акцентировал внимание, что сегодня из стен школы должна выйти всесторонне развитая личность. И сегодня это основа для того, чтобы мы могли приложить максимум усилий во всем воспитательном процессе, чтобы такая личность вышла из стен, по крайней мере, нашей кубанских школ. Для этого в Крае продолжает развиваться сеть казачьих классов, добавил также губернатор. Кстати, эта методика на заседании Госсовета вошла в список успешных региональных проектов по военно-патриотическому воспитанию. К слову, сегодня в школах открыто около 600 таких классов, где обучается почти 40 тысяч юных казачат.